Древнее зло вырвалось на свободу в столице Франции и Париже. И это зло берет свое начало в католической церкви. Как неожиданно. Ведя свое расследование, Магдалена оказывается втянута в битву с единственной и неповторимой вампиреллой. Смогут ли эти двое вовремя уладить свои разногласия? Потому что если они этого не сделают, то мы все окажемся в беде. Довольно неожиданный заказ от Анонима, который, как я понимаю, уже много раз заказывал контент для канала. А ник довольно распространенный, поэтому могу ошибаться. В этот раз Аноним попросил сделать короткий ролик по ваншоту кроссоверу The Magdalena Vampirella. И это очень кстати. Хэллоуин уже на носу. Видео будет как никогда в тему. Коротко пробежимся по сюжету. Париж. Магдалена ищет древнего вампира, который расчленяет своих жертв. Расчлененград прям какой-то. Пару слов о девушке, так как многие, как в принципе и я, могут не знать, кто же она такая. Магдалена, это персонаж издательства Top Cow. Корова-топчик? Перевод интересный. Не, я спрошу. Чё это за прикол с коровами? Какая-то сквозная шутка? Я не врубаюсь. Чё вам коровы покоя не дают никак? Или вы выбрали рандомное животное и теперь не можете перестать шутить про него? Ладно, давайте вернемся к этому куску бычьего дерь... Персонаж основан на библейском персонаже Марии Магдалине. Та самая, кающаяся Мария Магдалина. Вы наверняка видели вот эту картину. А те, кто читали или смотрели Кот да Винчи, наверняка помнят ее альтернативную родословную. Якобы Магдалина появилась в результате брака Марии с Иисусом Христом. И от него, согласно сюжетной линии этого комикса, и происходит Магдалина. Это я узнала, проведя легкий серфинг по просторам интернета. Потому могут быть неточности. Ну, похоже, это долгая, запутанная история, без сомнения уходящая корнями в давние традиции. Всего доброго и удачи тебе, Мильтон. Пока Магдалена изучает последнее творение негодяя в катакомбах, Вэмпирелла нападает на него в кафе. Но злодей убегает. Вэмпирелла в представлении не нуждается выполнить ее как минимум по двум причинам, которые так ярко выражены в этой серии. Я про двух ее подружек. Вот этих. Вэмпирелла выслеживает Иридиевого в катакомбах. И там же происходит встреча с Магдаленой. Последняя видит только вампира в лице девушки в купальнике. А вампира надо уничтожить. Ибо какого ты ходишь тут, как с обложки японских файтингов? Хотя Вэмпирелла и получила крестом в лицо от Магдалены. Девушка спасает своего врага от падения в подземный собор, которое могло бы кончиться для нее летальным исходом. В итоге они объединяются, чтобы победить вампира, так как они сражаются на одной стороне. Выпьем за это! Давай, мама! В конце выпуска кооперативные силы нагибают злодея, а Вэмпирелла ставит красивую точку. Для одноразовой кроссоверной истории это довольно качественный комикс. Если, конечно, не ждать от него многого. История делится на два маленьких подсюжета. Один из которых, если упрощать, это два хороших парня, а точнее две хорошие девушки, встречаются и сражаются друг с другом по ошибке. А затем объединяются, чтобы победить плохого, белого, цисгендерного вампира. Выпьем за это! Да! Выпьем! Другой же более глубокий и сложный подсюжет о возможной коррупции на высших уровнях Ватикана. Очевидно, это оставляет Магдалене открытую сюжетную линию, которую она может продолжить позже. Также крайне неожиданный поворот событий заключается в том, что авторский состав создает в произведении определенный уровень сочувствия к злодею. А для этого надо иметь какой-никакой талант. И выпьем за это! Вам надо к кому-нибудь обратиться, миссис С. Художественное оформление радует читателя несколькими большими красочными разворотами. Учитывая то, сколько художников было задействовано в этом комиксе, все хорошо держится вместе и не трещит по швам из-за изменений в стиле художника по мере развития истории. С вами был канал Hardcover. Спасибо за внимание и до скорых встреч на просторах интернета! Субтитры сделал DimaTorzok